Она у меня всё больше на пьяных, на выживание. Надо, не поверите, поверите, Василий Васильевич, я же ей. Я ей всё хозяйство на руки от дома. Всё, всё хозяйство. Только в перерывах она у меня музицирует, поёт, танцует. Маменька, какая вы несносная, перестаньте уже. Она у меня рисует. Рисуется она у меня. Голубого параллона Беллиберского недавно нарисовала. Где она у меня? Я взорвала. А вот и сынок уйдали, Семёнов. Кланица. Василий Васильевич. А вы к нам приехали? Нет. А что так? Так. Маменька, ваши вопросы не скромны, может, и неприятно. Куда же нам умеет с молодым-то разговаривать? Это же ваше дело, а наше дело так по-стариковски. Василий Васильевич, подождите, у нас 30 лет всё-таки. Подождите, сейчас, ну как? У меня много 2 миллилона. Подождите, Василий Васильевич, смотрите, у нас столько... Contract musique. Субтитры делал DimaTorzok Он, кажется, и вовсе не обтеснул. Жалостка какая. Ну, как ее можно сравнить с той? У той глаза, талия, волосы. Однако же лето порядочное, Татьяна. Не угодно ли садиться? Нет, зачем-то. Как вам нравится наш Петербург? Что-с? Петербург. Говорю, вам нравится. Город известный. Вы давно приехали? Вчера. В пассажи вы верны уже были. Да, дальше внизу подобные пироги ее. Ну, как вам нравится? Пироги, что ли? Пассаж. Приятное гуляние. Ну, что ж вы не садитесь. Не беспокойтесь. Глаза какие. Где были мои глаза, что я не заметил этих глаз? У нас не тщеславный опера. Говорят. Говорят, вы сами музыкант. Ну так, играй немножко. На фортепиано? Нет, преимущественно на волторне. А вы вес? Я, знаете ли, поем. Как это приятно. Моря. Как по-батюшке? Петербург. Машина. А сейчас Ликтю дайте послушать. Да мы ждем гостей. Успейте. Я права не буду. Попробуйте. Попробуйте. Разве только для вас? Для вас. Для меня. Какая ручка. Машенька, я... Я счастливейший человек на свете. Я стану вас любить, как никто никогда никого не любил и любить не будет. Мы будем счастливы, у нас скоро будут дети. Приказывайте мне, располагайте мной, дайте только доказать вам любовь мою. Эй, Камарин. Ой, ну что ж вы... А, смотрите, у меня нет в руках букета. Да на что он букет? Ну, как же, она же в моде, иметь в руках буки. Ступайте, не возвращайтесь без букета. Батюшка, обними меня. Я исполню твою волю, я женюсь на ней. На ком на ней? На ней. На племяннице. На дочери. На нас. На Машеньке, на моей Машеньке. Для всех она Марья Петровна, а для меня Машенька. Как же ты ей говорил, что ты влюбил в другую, в пятую? Нет, это мне так показалось. Впрочем, она тоже очень милая девушка, только эту ты мне сам, отец мой, назначил. К тому же она поет, так поет. Так, едем, едем за букетами, за конфетами, и она этого желает. Она приказала. Ладно, к-к-куда же, как едем, едем. Как едем? Забыки. Ага. А там, подожди, где вы ходите? Это фюмор ваш, матушка, конечно. Кто? Да все равно. У генерала Чарльевовой такой же точно. Однако, как в Петербурге все живут. Там, на нем, в Петербурге надо. Беремет лет, шутка сказать, однако, дорогой курс. Да уж, за что не возьмись, когда-то наклеить тридцать четыре копейки. Поминуйте, комнаты такие наняла, у нас в том поле с тряпчей не захотел бы жить. Вы представляете, с тряпчей не захотел бы. За что не возьмись, такая шариде, все равно. А ваше платье, что-то там или в магазине. В магазине. Вот долгала. Сейчас вы, что дома. А пелеринку где брали? Посаживай. Очень мило. Да, да, да. А, Марья Петровна, где ваша комната? Вон там, в той стороне. Позвольте, подумала бытствовать. Помилуйте. Какая монетная, Томашенька. И что она задирает? Вот важно, что живет в Петербурге. Но разве я ее хуже? Но ведь просто ничем, правда? Ведь ничем не хуже. Правда? Вот руки я сейчас на силу достал. Вот и все. А-а-а! 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 Да не кричите вы! Что вы делаете, а я гаглохну? Не трогайте меня! Что угодно! Мало того, что вы меня обмолвали, что после всех ваших обещаний в прессе, вы бросили меня в сироту! Сироту! Ступайте, пока с него ушли глаза в извергнутый человек подожжу ангессор! Я право не знаю, что сговариваю с вами! Отвечайте! Объясните мне ваш поступок! Вы живете у нас в деревне! Вы предварялись влюбленным, когда я, как неопытная, как беззащитная девушка, надела честную... А-а-а-а! Да помогите мне! Когда я, как неопытная, как беззащитная девушка, начала чувствовать вам склонность! Вы, вы такую женщину, не простившись, не напишись, не ручала! Точно вы! Скажите, скажите, на кого теперь вы похожи! Скажите, как после этого всего мне... Александр! Я думала, вы будете моим мужем! СМЕХ 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 Ну какого гуса? СМЕХ Ну какого? СМЕХ А-а-а! Господи! СМЕХ Да, я вспомнила! СМЕХ 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 Того самого мусара, ну, который гостил нас в деревне, так, понимаете, это дело в том, что мне вратится. СМЕХ 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 А я просто их брала и передавала. СМЕХ Просто брала И передавала.... Просто брала И передавала.... И передавала Да, я люблю усадок. Меня каждый оскорбить может. Мне вещи насуждено любить, не страдать, в одиночести. Катерина Ивановна, я дурак, злодей, нечистенец, клеветник. Катерина Ивановна, не пейте, без вины виноват. Зачем не идти кусарами, если в голову? Простите, Катерина Ивановна. Катерина Ивановна, так вы не линны? Ну конечно. Здрасте. Батюшка, это она Катерина Ивановна. Катя Тамбовская, помнишь? Гусар писал письма Рыбниковой, жениться хотел на Рыбниковой. А она моя Катенька, она любила да страдала меня. Ты говори это хоть по-русски. Батюшка, она любила да страдала за меня. А ты, брат, из ума вышел. Я, я должен загладить свое преступление. Я женишь на Катерине Ивановне, на моей Катеньке. Да женишь ты на ком хочешь, ты мне надоел в конце концов. Я даю тебе четверть часа одуматься, а там уж посажу сумасшедший дом. Сил моих не станет никаких с тобой. А вот положение. Я должен жениться на Катерине Ивановне. Да, решено это моя священная обязанность. Но я просил руки Марьи Петровны...